так зуфара если не найдешь то пиши но и в этом есть смысл только если премиум смотри вау леброша здравствуй hello lebron антони дэвис против меня жуткий донатер опять играет вау капец о-хо-хо-хо рассел здравствуй и там еще и борода ё-моё жесть состав вообще вэсбрук харден джеймс дэвис хауард рэй аллен донатерский который дается за 400 карточек кевин лав ирвинг ленард джордан и бака ом туши свет короче lights out я не знаю как я это вытащу вообще так ладно нормально все за фарты пробуй включить все работает так у меня правда там стрим стрим висит офлайн сейчас я проверю конечно такого быть не может за фарм мне кажется что-то путаешь матч всех звезд да у нас будет матч против всех звезд мать твою это вам не кажется что гг упал вообще гг не грузится по моему сейчас проверим вода у меня кажется оффлайн трансляция правда показывает ребят сейчас будет стрим перезапущен будьте добры пожалуйста никуда не ливайте прямо сейчас перезапущу стрим там какие-то проблемы просто и ну как бы продолжим далека не уходите сейчас все восстановится так им плен очень слайдерс так ну что ребятам все восстановилось или нет так сейчас проверим короче нужно какое-то время за фар огромная просьба проверить что там будет сейчас происходить если все будет нормально то напиши все ребят поехали не будем тянуть скинь ссылку нет за фар эти ссылки я не буду кидать мой канал на гг называется russian и а геймерs tv нижнее подчеркивание ru на гг геймерс все поехали ссылку я не буду кидать все и 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 Грамотно. Лос-Анджелес Снэйкс. Нормально, нет? Леброн Джеймс. Главный вот такой вот читераст. Найс. Да, сейчас будет тяжело держать его. Тихо. Джеймс бежит Дэвис. Нет. Нелезал от Леброн. Лос-Анджелес. Нелезал от Лос-Анджелеса. Нелезал от второго тюрьма. Нелезал от Битч. Да, у нас достаточно плотная игра, мне тяжело против его карточки играть. Первая половина игроков, с около 1-1 минутой, и здесь Джордан, это хорошо. Я скажу тебе что, когда ты получишь эти простые игры, этот баскет начинает больше. И здесь Лос-Анджелес сейчас, и Вестбрук, и здесь мы идем. Дэвис сетт его спринк. Леброн, и здесь. Ну вот блин, вот это всегда так, когда держишь персонально. Кто-нибудь заваливается под кольцо. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Поехали. Есть люди, которые бы лучше во время стрима не звонили. Джордан, ну давай защищайся. Ёлки-палки, Джордан, мазафака. Давай, братюня. Пока я Джорданом выбегал там с ускорением, тут уже все сделали, короче. Блин, эти тупые салютования. Когда их уберут из МБА, они так раздражают в онлайне. Вообще дичь какая-то. В прошлом году это всех раздражало. В этом году вообще капец просто. Чардж, отлично. Джеймс уже два фала набрал. На Джордане. Привет, Максим. Что там Pepsi пишет? Привет, Pepsi. For Zombies. Я думаю, он сейчас ставит персональную защиту на Джордана. Вот Корер, конечно, блин, всем хорош. Ну такое дно в защите, вообще. Грамотно, грамотно сделал. Блин, что-то такую сложную игру давно не играл. Прям все так залетает, ну прям как в реале. Настолько все сложно. Дичь какая-то просто. Он-то вообще, наверное, не ожидал такого увидеть. С такими карточками, думал, сейчас всех порвет, как в тряпку. Какой-то подсыпь из России попался. Не дает ему это сделать. Вот жалко нет сейчас у нас Марка Ковенди, чтобы он бы порадовался. Он любит, когда донатеров унижают. Это его любимое удовольствие. Спасибо. У-у-у-у! Из заны его от促ers. Да он прям в порядке, кто начинает у Spring Spirit... Кто начинает приезжать с поля, он тут всегда hatesел. Кто окрытвает. Да, да, он был. Нажинаем не собой так. Вы, боже,س governed. Какие то, что вы несете человека, услышите вы. Как ты? Излилably Портерн. Развин Троферни. Выточнил Троферни. В Carnegie'sмут sued W2 Человек. Нет соперника. Ален, Ален, Джордан, ну Джордану пофиг, что там руки были щиты, с мясом заколотил просто. Ну он недоволен этим фактом, я согласен с ним. А, так это мой фоу, отлично, гениально просто. С чего это вдруг, там все в движении были. Ну это бред какой-то. Вот я об этом говорю, когда персонально держишь, вот такая вот фигня происходит. Постоянно. Но он converged. Нашот-приех. Они paradigm и 2, и 2 секунды будет underway. Ну, постоянно пик-н-ролл только играет. Больше ничей не умеет играть, к сожалению. Типичная шкалатронская тактика. Нет, она нормальная, но через один пик-н-ролл уже, ну, блин, нельзя играть так. Отличненько. Спасибо тебе, Пухлик. Такой няшка вообще. Хавард два штрафных попал. Ну, да, окей. Казинс не попадает, у него очень сложный тайминг броска, и он, к сожалению, мажет. Спасибо. Такой бред залетел вообще. Просто дичь какая-то залетела. Игрессивность реально единственная опция, когда ты на плохой стороне размера. Через трёх игроков. Такое впечатление, что я в НБА Ту-Кей-15 играю. Я думаю, это хорошая решка. Попробуем. Да, я согласен с тобой, Грэг. Я имею в виду, он должен сделать что-то. Попробуем. Его западки заходят бюджет и разрушат. Он не мог это продолжить. Он должен навстречить часа внутри. Попробуем! 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 Ну да, да? Попробуем. Попробуем. И вы знаете, ребята, сейчас они начинают на флэт-лайне, просто держатся здесь для Дир Лайклафа. Солид на одной стороне. Вы знаете, Клак, когда это тейк-болгейм, как это... Ааа, сейчас опять пик-н-ролл играет. Ну что за шкалатрон, а? Блин! Ха-ха! Надо читать, короче, эти ситуации на будущее. Может быть, он мог бы пытаться бросить более меморабельного дунка, чем это. И мы знаем, что он в этих меморабельных дунках. Да, и когда он у него есть лид, так как это, почему не взять несколько шансов? Много больше, чем заниматься и обучение, чем просто... Они просто расходятся под кольцом. То есть вот, это недостаток персональной защиты в этом году. Солид на флэт-лайне, что Малышлл из-за этого не было. Солид на флэт-лайне, что он не был. Он был в рене на шайт, и не был остановлен. И закончился с четвертой. Блин, ты любишь это! Недоволен он, недоволен. Что-то мне так не нравится, как Казин скидает броски средние. Вообще капец. Такой неудобный тайминг. Что-то ведь, 3-3 насчет у Малышл. У двойной противарей. Убийце в двойной 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 диверсу. Убийце в двойной противоречке. Убийце в двойной. Убийце в двойной. Почему-то фолы дали. Нет, я то есть как бы все понимаю, но фолы нельзя было в этой ситуации давать. Там их просто не было. Потому что я не запоздал, не раньше прыгнул, не опоздал. Все было просто идеально сделано. Серьезно. Ну, он очень быстрый, конечно. Кайри очень быстрый. Что происходит? Эй, 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 эй. Игра, не багуй, хватит уже. Отлично, отлично. Да как так-то, ребят? Это же просто бред какой-то конский. Ах, подбор. Ноу. 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 Ну почему подбирают-то все они? Я, конечно, понимаю, такой Майкл Джордан лучшие годы забил. Зависнув в воздухе. Но это же не Майкл Джордан. Черт возьми. Блин, так чувствуется, конечно. Перекач состава. Твою мать. Блокшот. Еще один блокшот. И... С третьего раза забивают. Прикиньте, он все подбор уберет за счет своих карточек. Я ему два блокшота поставил. Два. И он все равно подобрал мяч. Потому что карточка лучше. Да, последняя атака, конечно, была весьма... Весьма неприятная. Блин, я еще... У меня такой сложной игры не было. Даже со Стасом не было. Так сложно играть. Потому что у него карточки не дисбалансные были. Спасибо. Еще б ты сейчас попал. После такой-то защиты. О, ес. Блин, жесть матч вообще. Ребят, вам просто повезло, что вы на прямом эфире находитесь. Те, кто смотрит на прямом эфире. Потому что это, блин... Только самый сложный матч, наверное. Который был вообще с самого начала. Вот прям с первых минут. Невероятно сложно. Плохой бросок. Абсолютно плохой бросок. Так потеряй же мяч-то, елки-палки. Ты же вышел за пределы поля. Почему судьи не свистят? Что за бред? Черт, ну это, конечно же, блин... Человек, которого невозможно удержать. Ни в жизни, ни в игре. Слишком хорош. Фолы были, фолы. Чистейшей воды. Через руки кидал Дэвис. Че он там, чаек заваривает или че там делает? Че он там накручивает? Как мне Джеймс Харден, ну, это жесть, че. Ну, Джордан, на самом деле, самое дичь-то здесь. Постоянно пик-н-ролл играет. Дятел, блядь. Тупеж. А что он будет делать, если у него кнопка сломается? Интересно. Которая пик-н-ролл заказывает. Игру удалит или что? Однокнопочный. Донатер. Так и назовем игру. Против однокнопочного донатера. Пффф, Корвер, ну ты пипец вообще. Корвер, ну. Видимо, для него закон не писан. Отлично, Новицкий. Спасибо. Чисто на карточках тащит. Вообще чисто на карточках. В обычных ситуациях игроки, ну, например, если это не Харден или не Леброн Джеймс, то они вот так легко не уходят от опеки, как и эти парни. Опять пик-н-ролл. В этом матч-н-ролл. Ирвин качал на лаву. Добрый ассистент от Кайри Ирвина. Джордан с ним. Снимается сейчас от Ирвина. Ирвина с боттами. И это его сильная стиль. Абсолютно, чтобы найти свою дорогу и закончить на лаву. Джордан с ним. Снимается на Джордан. Ирвина с ним. Ну, я нашел ключ к себе. Бычара. Отлично. Блин, три четверти прошло. Я такое ощущение, что уже это самое сыграл. Четыре. С овертаймом, блин. Капец. Во, молодец. Так, тут что ж ты не побежал-то, Шницель. Блин, там идеальная была ситуация подобрать мяч, но Шницель не пошел. Окей. Конечно же, Джордан подобрал. Блин, он так хорош на подборах, конечно. Щас, ну? Ну, реально, еще так сложно Ну, реально, вот я уже устал играть Слишком тяжело с такими картами соревноваться Вот его же оружием сделал, все Просто взял пик-н-ролл, сыграл, все Ну, тут же не нужно много ума, на самом деле Это же очень легко Спасибо Так, что там, походу, правда, мой стрим не отображается, похоже, тут онлайн, если я правильно понимаю Народа слишком мало Что-то, видимо, определение статуса глючит Ну, видимо, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ребят, как слышно вообще, нормально, нет? Отпишите, пожалуйста Но Ивицкий не может его удержать, это же очевидно Слишком для него этот перебор, конечно Что он там делал, мне интересно Он пошел пописать или что? Я говорю, пойду пописаю, ребят, вы играйте О, я пришел Извините, ребят, опоздал, да, наверное, немножечко Джордан, ну подбери же ты меч, елки-палки, а Я думаю, что мы можем ожидать драматик Ну, ну, 8 лид-чангеров, вы думаете, что это будет случаться? Да, и не укрепляйте по-другому, ребята И не укрепляйте по-другому Которому, чтобы дать любую рамку Вот Новички Субтитры 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 Бум, да что ж такое-то, чувак Это было невиносимо больно Блокшот тебе еще один, Нига Джордан, да что ж такое-то, ну, как не везет Субтитры Кликов Субтитры Продолжение следует... 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 Без вопросов, что двумя этих играми получили полный блокбан Панвен. Так тяжело, чтобы остановить Вестбрук сейчас. Вестбрук уехал 4-8 в филе. Драйвер... Да, там уже заранее блокшот поставили. Еще удара не было. Уже слышно было, что там блокшот не будет. И это действительно изменение в нашей игре. Это основная ахлетическая способность. Я люблю эти пункт-гарды, которые могут бросать. Ну, ты говорила, что это доза модерного NBA-грейка. Но эта функциональная способность сейчас не ограничена до фронт-корта. Мексика. Бля, хомуха, ну что ты там встал-то как пень? Да Маркус Казин, сучара, бля. Встал и не двигается. Надоели уже эти, блин, прилипания, боксауты. Пипец какой-то, а. Что за глюкалово, а? Я уже все там прочитал давно. Я на Марку... для Маркуса Казинса переключился, чтобы подстраховывать. Так нет ведь. Лучше, я буду спать, а потом бассейн. Да, это нужно быть быстро, потому что все методицы были критично. Конец, был готов. Антони Моро следует за Майклом Жорди. О, удачи. Давис, снова. Сновицкий. Ну, отлично. Не надо подбирать? Не, не надо. Вообще, капец просто. Такая подстава. Это ненормально, что так сильно решают карточку. Они должны решать не настолько сильно, что Джордан два раза, блин, промазал. Из идеальной ситуации, из штрафного. Я в овертайм ушел, и здесь просто, ну, аннигиляция какая-то полная, мать твою. Играет, как чмо, последнее. Однокнопочный донатер. Одни пик-н-ролл. Вообще, больше ничего не умеет играть. Нажал пик-н-ролл, побежал под кольцо, забил. Все. Хоть бы одну комбинацию за всю игру собрал. 6-6-6 мне дали очков. Просто посмотрите ситуацию по подборам, чтобы понятно было, насколько этот человек... Донное дно, вообще, последнее. 20-10 за щитные подборы и 8-2 оффенсив. Вот и все. Вот вам ответ на вопрос, как так? Как можно, блин, так сильно просрать вообще щит и еще выиграть? Невозможно. Просто против его, против его Дэвиса, ну, вообще, невозможно подбирать. Меня очень опечалил Бугимэн. Просто, вообще, такое дно на подборах. Я быстрее жду, когда нормальный будет центровой какой-нибудь, который умеет подбирать. Процент попадания. У него 60 с поля, у меня 55, но он и кидал больше. Трехочковые 17 у него процентов, у меня 12. Вообще, печаль, конечно. Ой, 33, вернее. Да. Трехочковые 17 у가�